Добрый день. 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 Они остаются в режиме обсервации в этом отделении. Отделения закрываются на обсервацию с тем персоналом, который там находится. Они закрываются на прием. Выписка происходит тех пациентов, которые не находились с ней в контакте. И под медицинское наблюдение на дому после лабораторного исследования. Пока мы локально закрываем на обсервацию два отделения. Как я уже сказала, это терапевтическое и отделение, в котором находились больные с пневмонией. И при дальнейшем распространении на другие отделения, если будут нарушения режима, мы вынуждены будем закрыть весь корпус больницы. А это довольно большое количество отделений. Пока мы идем точечно на закрытие этих отделений. И я надеюсь, что режимные моменты. Мы сегодня с руководителем учреждения это оговаривали и со специалистами. Мы советовались в плане того, что при выдерживании режимов так, как это положено, так, как мы прошли в армянском обсерваторе, так, как это прошло в обсерваторе железнодорожной больницы. Несмотря на то, что там были практически такие же условия, как в Алуште, значит, все зависит от соблюдения режимных моментов. Поэтому я надеюсь, что общими усилиями мы выйдем из этой ситуации именно с закрытием только на обсервацию этих двух отделений. Что касается Ялтинского очага, это две больные, которые находились в контакте с медицинским работником больницы ФМБА. Они были ранее выписаны до того, как у нее обнаружена, была новая коронавирусная инфекция. Они наблюдались на дому, на 10-й день обследованы. И сегодня они госпитализируются в больницу ФМБА. Значит, два очага по городу Симферополю. Это контактные по ранее уже объявленным очагам. Они обследованы на 10-й день. И по результатам они точно так же госпитализируются в 7-ю больницу. Значит, один заболевший – это контакт по нашему Алуштинскому очагу. И один – это новый очаг. Он выявлен в результате получения результата из Федосийского медицинского центра. Он обследован как больной с вне госпитальной пневмонией. Значит, больной обратился в частную медицинскую клинику города Симферополя 1 мая. Сделал там рентгенографию и ИКТ. После получения этого снимка он вызывает скорую медицинскую помощь. И его госпитализируют в Феодосийскую больницу. Значит, ввиду того, что, Сергей Валерьевич, это ночная постановка результата, значит, более подробно я пока ничего сказать не могу. И какие мероприятия будут реализовываться по данному очагу, я думаю, что мы доложим уже в субботу на штабе.